Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас время 10 часов. У нас сегодня пасмурно. Вроде как на завтра дождь передают. Ну, как всегда в интернете смотрю. Вот. Но вроде бы как тепло. Сегодня то ли 25 градусов тепла, что ли. Но мне кажется, что не будет там 25 градусов тепла. Ветерок все равно есть. Хотя, может, я сужу потому, что я стою на балконе. Мне кажется, прохладно. А вниз, когда выйти, будет теплее. Ну, люди вот там ходят на распашку. Не знаю. Дети там в спортивных костюмах уже дальше по той стороне идут. Или в ветровках. Вот. А я сегодня с утра проснулась в 7 часов. Уже повязала. Сейчас хочу запустить Славика, чтобы он у меня поработал. Навел порядки. Сегодня вроде давления нет. Поэтому надо по хозяйству кое-что поделать. Как я говорила, Наташа мне с утра позвонила, сказала, что она поехала на дачу. И я прям думаю, ну, люди прям спешат, не успеют. Еще заморозки будут. Что туда ехать еще так рано. Не знаю. Ну, каждому, как говорится, свое. Мне, допустим, вязание. А ей копошится в земле. Поэтому у каждого свои интересы. А здесь я готовлю супчик овощной. Как я его называю, пустой. Здесь картошка, морковка и лук. Все порезано. Многие не любят, чтобы крупно было порезано. А я люблю, чтобы было крупно порезано. Тем более морковка, она какая-то суховатая. На терке даже потереть ее сложно. Поэтому я решила ее порезать. И есть вот такая вермишелька. У меня я ее покупала в Светофоре. По-моему, вообще там задешево. Она как бы типа домашней. Ну, не знаю. Я уже с ней уготовила супчик. Ну, вот люблю я такие супчики. Очень часто их варю. Это вообще, я не знаю, сколько тут. Ну, тоже, наверное, литр. А может быть, литр и два. Вот такой у меня судочек. Или как он там называется. Сотейник. Вот, сейчас варю, пообедаю. Уже пообедаю. Потому что я завтракала в 7 часов. Вот. Там мне в комментариях написали, что там с серой кофточкой. Ну, она у меня вот на таком уровне, да, связана. То есть, получается, я довязала второй рапорт узора. Да, да, начала третий. Вот. Ну, я еще раз повторяю, что я не спешу. Вижу здесь только тогда, когда я нахожусь около компьютера. Я сейчас не очень часто нахожусь. Только тогда, когда я там отвечаю на комментарии. Или смотрю там девочек. Но чаще всего я девочек смотрю на телевизоре, да. Если мне там нужно ответить на какой-то комментарий, я сюда прихожу. Одноклассники. Отвечаю в одноклассниках здесь, на компьютере. Ну, и если у меня какие-то вопросы, вот, например, я сидела, очень много искала информации по поводу того, как мне связать вот эти мои серые квадраты, которые я вам недавно показывала, да, связанные платочной вязкой. Сейчас я настрой покажу. Меня спрашивают-то, почему я, типа, вязала, начала вязать квадратами. Я покажу, с какой модели я вдохновилась. Как всегда, я захожу в свою любимую папочку, да, ищу вот для жилета. И здесь у меня столько информации. Очень много информации. Это собрано не одним днём. Хочу сказать большое спасибо тем, кто мне советовал, чтобы я приобрела там жёсткие диски, перенесла на жёсткий диск. Жёсткий диск у меня не один, их аж три. На них у меня и мастер-классы, и информация. Это у меня здесь на компьютере дублирующая информация. Значит, ну вот из квадратов. Но здесь у меня получается квадраты крючком, да. Сейчас мы постараемся найти. Ну, вот как для идей я вам покажу. Мне говорили неоднократно, что Ирина, показывайте. Хочу заранее вам сказать, схемы вам свои я пересылать не буду, друзья мои. Не потому, что я такая злыдня. Не хочу поделиться с вами схемами, но это всё взято с интернета. Точно так же я... Вот где-то мне что-то попадается, я себе сохраняю. Вот я вам показываю. Пожалуйста, делайте скрин с экрана. Вот хочу остановиться на этом жилете. Смотрите. Он, кстати, связан... Поближе придвину, видите? Здесь получается, видимо, внизу. Вернее, не внизу, а связан отдельными деталями. То есть, вот эта отдельная деталь, дальше связан вверх. Посмотрите, вот здесь связано с боков. Ну и выглядит, конечно, супер. На худых девочках очень даже красиво будет смотреться. Ну, тут у меня всякие ещё узоры. Так, где-то у меня... Вот, тоже интересный, да? Это как бы жилет с шивной, да? Но тоже можно и связать точно такой же укороченными рядами вот эти треугольники. Либо связать крючком. Красиво будет смотреться. Так, смотрим дальше. Вот. Вот этот жилет, он стал прототипом того, тех квадратов, которые я вязала, да? Но здесь квадраты тоже связаны спицами от средины. То есть, прибавки вот идут по бокам. Идёт вот здесь центральная линия, как в реглане, да? В реглане прибавки идут по бокам. На тот момент, когда я начинала вязать эти квадраты, у меня не было другой пряжи. Была кавказская, только и возможности не было купить. Поэтому я вязала из той пряжи, которая у меня была. И, конечно же, потом, ну, в общем, я не знаю, как-то что-то меня стопорнуло, как я уже говорила, да? И поэтому я отложила в долгий ящик. Ну, а вообще, вот так вот всё выглядит. В принципе, можно и сейчас, у меня достаточно квадратов. Можно вот так точно же соединить. И будет вот такой замечательный жилет. Но мне же хочется заморочиться, поэтому я вот сижу и заморачиваюсь. Но я уже немножко там для себя что-то продумала. Так, это уже повтор идёт. Давайте мы ещё посмотрим, что тут у меня в папках. Какой-то жакет, да? А, ну, это наш любимый листочек, да? Японские схемы. Что-то у меня для жилета. Это, скорее всего, что я здесь всякие схемы узоров закидывала вязать. Симпатичный тоже жилетик, но я думаю, его все видели. Вот такой жилет. Обыкновенный, простой узор. На просторах интернета столько мастер-классов. Ну, как он, он очень оригинально смотрится. Я же ещё раз повторяю. Я говорю, просто тем, кто вяжет, вернее, не вяжет, а имеет фигуру, когда по груди и по бёдрам мало нужно прибавок делать, да? Ну, здесь вот видно, что даже не заморочено, никакого скоса плеча нету. Ничего, просто связано отдельными деталями и, скорее всего, что сшито. Очень легко и просто такие изделия вязать. Вот такой жилетик красивый, да? Ажурный. Так, это у меня тоже я планировала связать вот такой себе кардиган, но поняла, что очень толстый он у меня получается. Это, ну, как бы связать-то можно, но без рук можно остаться. Он у меня, кстати, лежит где-то. Может быть, я со временем возьму и свяжу его, не знаю. Вот этот жакетик тоже. Ну, это, скорее всего, что кардиган утеплённый, да? Тоже симпатичный. Вот такую прохладную погоду одевать. Ну, это тот же. Вот отсюда я и черпаю свои идеи. Можно очень много. Тут у меня столько идей. Вот тоже очень простой узор. Ну, очень простой узор. А смотрится как замечательно, да? Это малая часть того, что у меня на самом деле есть. Ну, опять листочки. Говорят, что в этом сезоне Кучиннели будет опять со своими цветочками в тренде. Тоже очень простой, интересный узор. Ёлочки. Здесь у меня даже вот схема, если вам нужна, возьмите. Не жалко. Ну, это тоже всем известный узор. Это пуловер, видите? Связано тоже, видимо, половинкой, ну, как сказать, отдельными деталями, а потом рукава связаны. Многие практикуют такой вид вязания. И натищенка вяжет, насколько я знаю. Смотрите, какая симпатичная жилетка, да? И узор замечательно смотрится. Чем-то похож на мой узор, который я вязала с крючком вот своей ёлочке на пледе, да? Так, здесь у нас есть ещё вот такая схема узора. Можете себе её скринить, если кому интересно. Ну, это тоже всем известный узор крючком. Так, эту проскочила. Ну, это просто у меня здесь схемы. Вот такая идейка, да? Особенно вот сейчас, на этот период, который как бы переходный между летом и весной, да? Не холодно, и в то же время не жарко. На моём канале есть мастер-класс на такой узор. Сейчас я вам дам схемку. Вот такая схемка. Можете себе скринить, если надо. Очень просто вяжется. Вот такая замечательная тоже кофточка. Ну, думаю, хватит вам на сегодня. Вы мне напишите, интересно вам смотреть вот эти идеи? Или, может быть, зря я это показываю вам? На улице прямо очень тепло. Я в этом пуховике, в шапке. Ну, во-первых, боюсь простыть, потому что, как бы то ни было, а ветер всё равно ещё холодный. Голуби там что-то пасутся, ветер дует. Люди ходят уже без шапок, в ветровках. Но, говорят, жаркостей не ломит, да? Всё равно пасмурно. Я иду на почту, там у меня пришла посылочка. И я посылочку отправить хочу. Перед 8 марта не смогла отправить, потому что не было возможности. Вот. Подарки Максику на день рождения. В феврале у него было. В общем, всё, в куче. Я собрала и вот иду посылочку отправить и заодно получить. Вот. Ну, что-то сегодня всё равно. С утра встала, вроде бы давления не было, но какая-то слава всё равно присутствует. Вот я тут сколько там прошла от дома, да? И мне вот до того дома идти на почту. Но вот решила здесь на лавочке посидеть. Смотрю, какое-то насекомое повзрыло здесь песочек. Сижу, наблюдаю. Мне там написали в комментариях, Ирина, почему вы не выходите на улицу? Я не знаю, с чего вы решили, что я не выхожу на улицу. Я практически каждый день выхожу. Иногда бывает, что выхожу и не снимаю на улице, но может не каждый день, но через день я точно бываю. Если честно, я даже в связи с тем, что я здесь как бы в любой момент могу выйти, для меня нет проблемы в том смысле, что не надо на пятый этаж подниматься. И я даже не замечаю, когда я выхожу. Надо, собралась и пошла. Вот и всё, дождик начал капать. Прям цветочная полянка. Там тоже вон какие-то голубенькие цветочки. Всё время у меня спрашивают, где вы живёте. Ростовская область. Город Волгодонск. Это на юге, ближе к Краснодару. До Краснодара у нас 500 километров. И как только становится тепло, у нас сразу всё начинает зеленеть, цвести. Так что такая красота. Здесь, смотрите, положена плитка тротуарная. А между ними выросли вот такие вот цветочки между плиткой. И там это, видимо, землю привезли откуда-то для того, чтобы положить плитку. А травушка выросла. Ну всё, дорогие друзья, я сходила, получила посылочку. Посылка мне пришла из интернет-магазина моей хорошей вязальной подруги Эльвиры Костенко. Я ссылочку на канал Эльвиры оставлю под этим видео. У неё есть свой канал, очень замечательный. И там она о полезностей много выставляет. Каких-то разного рода мастер-классы. Вот. И у Эльвиры есть свой интернет-магазин. Пройдёте по ссылке под любым видео. Там у неё есть ссылочки на её интернет-магазин. Когда я показывала свои моточки, клубочки, ирис, да, Эльвира мне предложила по очень замечательной цене пряжу. Ой, она мне тут ещё подарков наложила. Ой, Эльвира, спасибо тебе большое. Солнце ты моё золотое. Господи, дай Бог тебе здоровья и всего, чего тебе хочется. Ой, я такие вот эти... Впервые вижу, у меня аж руки затряслись, товарищи. Ну что я за человек такой эмоциональный, я не знаю. И вот такие маркеры, и вот такие. А вот это самое необходимое, то, что любой вязальщице нужно в максимальном количестве, потому что почему-то имеет свойство вот эти вот иглы постоянно теряться. Я уже их как бы не убираю. У меня есть и такие контейнеры специальные, да, я неоднократно показывала там, где у меня такие всякие сокровища хранятся. У меня есть стаканы, в которых я храню свои спицы, на которых вяжу носки. И там тоже есть вот такие иголки. Но их постоянно почему-то я их теряю. Ой, спасибо тебе, дорогая моя. Огромная-преогромная. Ой, мама дорогая, оказывается, она еще мне прислала. Вот, ой, Эльвира. Ой, спасибо тебе, дорогая моя. Кто бы мог подумать, что я получу такие подарки. Эльвира, огромное тебе спасибо. Пусть процветает твой интернет-магазин. Это ж просто красота. Это моя на сегодняшний день самая любимая носочная пряжа. Вы знаете, сколько в этом году я носков навязала из нее. У меня были носки именно из такой пряжи. Замечательные носочки, в которых я хожу и хожу с большим удовольствием. Я вот из такой пряжи мне тоже присылала подписчица моя такую пряжу. Разных цветов. Буквально недавно в своем влоге я показывала на своих ногах носки пчелка, которые я назвала. Это пряжа у нас Gazal Happy Fit. 75% Superwash и 25% Polyamide. Значит, у нас здесь в 100 граммах 330 метров вязала я на спицах номер 2. Здесь, когда пасму эту разматываешь, там получается как раз на два носочка отдельные пасмы. Единственное, конечно, может быть для кого-то неудобство, это перемотка из пасм. Но для меня это не проблема. На сегодняшний день у Эльвиры такая пряжа есть в магазине. Я видела у нее разных расцветок. Есть, так что заходите, смотрите, выбирайте. Ну, а я же самая тоже моя любимая пряжа из тех, которые я вяжу летние изделия. Буквально недавно я вам показывала. Это ирис ПНК имени Кирова. Предельно ниточный комбинат имени Кирова. Не устану петь дифирамбы этой пряжи. Не знаю, может кто-то ее не любит, но я просто ее обожаю. Я столько всего навязала из этой пряжи. И салфетки, и скатерти, и туники. У меня столько разных расцветок туник из этой пряжи. В общем, я очень-очень довольна, что у нас в стране есть такая пряжа. И что она именно в нашей стране. И что у нас есть возможность приобретения такой пряжи. Значит, эта расцветка, если я где-то ее увижу, цвет. Так. Ну, здесь, по-моему, нет. А вообще, если кого-то интересует, я могу... А, вот, 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 нашла. Значит, у нас этот цвет, вот он, 3910. Да, если я не ошибаюсь, потому что очки не взяла без очков. А вот они у меня лежат. Сейчас я вам скажу. Значит, 3910. Да, и вот написано 3910. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. Это еще не все. Вот такие ниточки тоже. Ой, какая красота, друзья мои. Какие цвета бесподобные, я не знаю, где берутся такие цвета. Настолько приятно глазу. Я особенно люблю вот такие цвета. Немножко насыщеннее передает камера. В жизни они немножко посветлее. На камеру темнее передает цвет. Но все равно очень красивая пряжа. Так, цвет я вам сейчас скажу. Я же планирую этим летом вязать мотивами туники, да? Значит, цвет у нас 30,06. 25 грамм. Насколько я помню, 150 метров в 25 граммах. Если ничего не поменялось. В каждой коробочке по 20 моточков. То есть получается 500 грамм. 500 грамм мне хватает, друзья мои. На меня хватает. Ну и самое основное, из-за чего я, собственно, эту посылочку и заказала. Эльвира мне предложила вот эту вот пряжу. Буквально недавно я вам рассказывала про такую пряжу. Очень ее люблю. Анна 16. В 100 граммах 530 метров. 100% мерсеризованный хлопок. Длинноволокнистый. Значит, этот цвет у нас 372. Производство Италия Сиам. Я не знаю, будем ли мы пользоваться такой пряжей. Скорее всего, что будем. Неизвестно, по какой она цене будет, конечно же. Я из такой пряжи тоже вязала из скатерти и туник. Несколько штук вязала. Дочери своей я связала костюм, двойку. Получается юбка и такая летняя кофточка серого цвета. Мои неудавшиеся брюки, связанные с такой пряжей. Там приличное количество ниточек задействовано. Ну вот, как бы Эльвира предложила 20 моточков, я бы даже забрала и 20 моточков. Потому что, ну, не знаю, надеюсь жить еще долго. И скатерти буду вязать. Вязала, буду вязать. И, конечно, они мне будут не лишние, эти ниточки. Но мне написала, не то, что написала, а мы находимся в вязальной группе с некоторыми вязалочками. И Маргарита тоже захотела, все знаете, канал Марголайф, да? Она тоже захотела такую пряжу. И я с ней поделилась. Она как-то говорила уже на своем канале. Вот. Я, видите, какая шустрая. Даже успела вперед всех выхватить эту пряжу. Ну вот. В некоторых ситуациях я торможу. А в данном случае мне повезло. Тем более, что, как бы, зарплату нам за прошлый месяц дали. Мне заплатили за мои некоторые мастер-классы. Как оказалось, мастер-классы покупают у меня. Чему я несказанно рада. Потому что, ну, друзья мои, в общем, когда имеешь еще финансовую какую-то отдачу от своей работы, да, это, конечно, стимулирует на новые какие-то задумки. Поэтому будем вязать. Даст Бог, Ютуб вернет нам монетизацию. И когда он ее вернет, естественно, я открою все свои мастер-классы, которые у меня были до этого. Вот, потому что на новые у меня есть задумки. А вот на старые, конечно же, я окончательное вето накладывать не буду. Я вот так вот скажу. Хочу еще раз вам напомнить, что ссылка на канал Эльвиры будет оставлена под этим видео. Для тех, кто не знает и смотрит там, допустим, с планшета, вернее, наверное, скорее всего, что с ноутбука и компьютера, то вам нужно под видео нажать на слово «Еще», и там откроется дополнительная информация для вас. И вы сможете увидеть ссылочку на канал Эльвиры. Если вы смотрите на телефоне, то также под видео с правой стороны будет такая темненькая галочка. Ну, значок в виде галочки, да? Вам тоже нужно будет на него нажать, и вы увидите дополнительную информацию. И там будет тоже ссылочка на канал Эльвиры. Так что, друзья мои, я сегодня такая счастливая, несмотря ни на что. Вот. Все, пошла и заниматься своими делами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!